Доброе утро, Приднестровье! Доброе утро, Республика! Мы уже подобрались к 18 января, на календаре у нас четверг, и подошли мы к Крещенскому Сочельнику. Сегодня, в преддверии праздника, нужно соблюдать диету, пищу употреблять только Сочеву, навести порядок в доме, избавиться от плохих и негативных мыслей. В общем, встретить этот день максимально радушно и позитивно. Своим позитивом будем заряжать вас и мы. Действительно, сегодня особенный день и для верующих, и для тех, кто просто привык делать так, потому что есть традиции. Есть традиции окунации. Сегодня вечером огромное количество людей будут кто-то испытывать себя и свои возможности, кто-то делать то, что делает ежегодно, и делать это с огромной радостью. Церковь, кстати, не рекомендует погружаться. Это не церковный устав, это просто традиция светская. Поэтому, если вы к холодной зимней воде уже привыкли, в принципе, можно погрузиться в холодную воду. Если нет, то испытывать себя на прочность не рекомендуется. Об этом накануне говорил и президент Вадим Красносельский, провел совещание с главами, проверил, насколько готовы купели по всей республике, как будут проходить крещенские купания. Ну и, конечно, еще раз отметил, что если у вас есть проблемы со здоровьем или вы в себе не уверены, плохо себя чувствуете, откажитесь от погружения в эту крещенскую воду. И вообще, все священнослужители говорят о том, что в эту ночь абсолютно вся вода, она становится освещенной, и можно просто умыться, либо принять дома в ванну, и это будет иметь тот же самый эффект, что если вы сходите и окунетесь в ледяную и в холодную воду. Сегодня в течение дня нужно все-таки поддержать эту постную диету. Сегодня в пищу рекомендуют употреблять только сочево, только узвар, это напиток из сухих фруктов, яблок, груш, можно добавить чуть-чуть с меда и натощак уже освещенную воду завтра утром принять. Сегодня ее освещаются будут и после вечерней литургии, поэтому вечером можно сходить на службу, ну и, конечно, завтра утром, и эффект это будет иметь значительно больше, чем просто пойти и окунуться в Днестр, в этих специальных местах для купания. Обо всем сегодня поговорим и расскажем. Будем говорить не только о предстоящих крещенских купаниях, но и о самых актуальных новостях этого дня. Да, масса интересных гостей будет у нас сегодня в передаче. Я очень жду встречи с одним из гостей, потому что для меня история с творчеством, она далека, но мне очень интересно увидеть, как он видит эту всю историю, как он передает. Скажу так, знакомился заранее, это очень интересно, поэтому, я думаю, вам тоже будет интересно. Будет у нас дизайнер Игорь Диденко, он сейчас работает за границей, вернулся на родину ненадолго, будет проводить мастер-классы для юных художников в художественной школе. Обо всем этом поговорим. Ну и, конечно, Геннадий Наревончик и спортсмены училища Олимпийского резерва тоже будут у нас в гостях. Пять лет исполнилось учебному заведению. Обо всех достижениях и больших планах тоже поговорим. Ну а пока не будем много говорить, мы уже и так много сказали. Мы продолжаем и не можем опять обойти вниманием самую обсуждаемую новость. С начала этого года позитивных новостей у нас тоже много, но не говорить об этом мы не можем, потому что касается не только крупных предприятий, предпринимателей, людей, которые ведут бизнес в Приднестровье, но и по факту каждого приднестровца. Новые налоговые пошлины, которые Молдова с 1 января 2024 года вела для всех товаров, которые будут поступать через Молдову в нашу республику, а это по факту все товары, потому что сейчас другой возможности ввозить грузы, продовольствие, и товары даже первой необходимости нет, только через Молдову будет облакаться дополнительным налогом. Конечно, сама Молдова даже сейчас еще не знает, какую сумму взымать, какой процент с какой категории товаров будет, но предприятия и предприниматели уже подсчитывают и убытки, и сумму, которую нужно будет доплачивать для того, чтобы завозить товары в Приднестровье и продолжать свою трудовую деятельность. 16 января состоялась встреча политпредставителей Приднестровья, Молдовы, были и другие представители ОБСЕ в том числе, пытались договориться. Позитивных новостей мало, Молдова не собирается отменять эту пошлину, но в любом случае есть положительный шаг, что диалог начался, и это важно, и надо понимать, что сейчас все службы Приднестровья, все причастные к этому министры, министерства пытаются сделать все для того, чтобы помочь и предприятиям, и каждому гражданину нашей страны. Ну, надо сказать, что министр иностранных дел Виталий Игнатьев напрямую выразил волю народа и мнение приднестровцев о том, что все-таки это дискриминация, о том, что это давление, и этот способ еще раз воздействует на жителей Приднестровья. И началось все с медучреждений, когда невозможно ввести медицинское оборудование, так необходимое для исследования, и завершается вот такими шагами. По факту это действительно удар в спину, потому что Молдова весь прошлый год говорила о том, что никаких новых пошлин, никаких новых платежей не будет, а по факту вот получили, что получили. Сама же молдавская сторона называет эти пошлины положительной дискриминацией. Оказывается, вот есть такой термин, и говорят, что приднестровцы вы искусственно накаляете эту обстановку, и ничего такого нет, это евроинтеграция, и почувствуйте эту евроинтеграцию вместе с нами, и вы должны платить, и мы этот таможенный сбор ни в коем случае отменять не будем. Потому что, ну понятно почему, потому что это поступление в молдавский бюджет, это налог, который не коснется здесь никого, просто мы, приднестровцы, будем платить еще и туда. В любом случае все налоги собираются для чего? Для того, чтобы государство могло существовать и выполнять какие-то свои обязательства перед незащищенными слоями населения своей страны. А в этом случае получается, что налог брать будут, а вот помощь оказывать незащищенным слоям населения, к сожалению, бюджет Молдовы не собирается. О других темах тоже на встрече политпредставителей поговорили, говорили и о блокаде экспорта самих приднестровских предприятий, грузы не могут поступить к своим заказчикам, естественно, предприятия не получают деньги, и пять предприятий Приднестровья уже простаивают, и страдают обычные люди. Да, и что удивительно, эти грузы не пускают в саму же Европу, говоря о евроинтеграции, сама Европа не может получить товары и грузы предприятий из Приднестровья. Ну, надеемся все-таки на позитивное для приднестровцев разрешение этой ситуации, на то, что диалог будет продолжен, и Молдова все-таки сядет за стол переговоров, и любой формат 5 плюс 2, или тот, который устроит обе стороны, он все-таки состоится. Что еще хочется сказать, что местные советы городов и районов ПМР написали открытое письмо в адрес президента Молдовы Майи Санду, текст уже опубликован, главный посыл, призываем вас прекратить издевательство над людьми. Вот так вот начинается это открытое письмо, можете увидеть и в наших соцсетях обо всех изменениях, которые касаются и этого вопроса, о том, как реагируют приднестровские предприниматели, что думают делать. Но вот самое главное, наверное, в том, что мы думаем друг о друге. И магазины, которые возят продукцию из-за границы, издалека привозят в Приднестровье, они повышают цены, но в ближайшее время пока не планируют. Может быть, они сократят обороты того, что будут возить сюда. Кто-то, безусловно, останется фактически без работы. Это нужно понимать, но то, что это способ давления, такой некрасивый, нечестный, но тут вопросов не возникает, это однозначно. И мы возвращаемся к крещенским купаниям. Впереди новость о том, где установят крещенские купели. Это сейчас очень и очень важно, потому что в некоторых местах, например, в Рыбнице впервые на городскую набережную. Перенесли все вот это необходимое оборудование, скажем так, и установили ее впервые на новом месте. Вообще у многих сейчас возникают вопросы, как это сделать правильно, как не замерзнуть, как не простыть. Эти вопросы у людей в головах и у тех, кто уже не первый раз окунается, но и, безусловно, у тех, кто хочет впервые попробовать испытать себя, свою выносливость, ну и просто ощутить это на себе. Скажем так, готовиться уже поздно, потому что один день остается, и сегодня ночью окунаться все-таки не надо, если вы не подготовлены. Сейчас, к концу января, медики прогнозируют рост числа вирусных заболеваний, поэтому не факт, что погружение станет причиной болезни, но если иммунитет все-таки ослаблен, или у вас плохое самочувствие, отказаться от погружения все-таки стоит и подумать, нужно ли идти или нет. Если большинство людей, наверное, сейчас за компанией просто, или мои друзья знакомые идут, вот и я схожу. Но всегда приятно видеть большие такие коллективы, у которых это уже такая добрая традиция, и когда это с хорошим настроением, с добрыми помыслами, и вы подготовлены, ну, всегда особенная атмосфера царит на городских пляжах, потому что именно там купели. Приходит и кто-то в одиночку, кто-то приходит просто с друзьями компанией, кто-то приходит целыми семьями, и даже бывают случаи, когда приезжают целые команды спортивные для того, чтобы окунуться в купель. Но Настя была права, и говоря о том, что если вы еще не готовы, и вы не подготовлены, завтра идти, точнее сегодня вечером, идти окунаться не стоит. Но есть хорошая возможность начать подготовку к следующему сезону, к следующему крещению, к следующему году, и сделать так, чтобы в следующем году вы смогли это сделать без какого-то опасения за свое здоровье. Теперь слушаем Сашу, потому что он сказал, что он занимается моржеванием, но Сташа небольшой, и Саша в прошлой программе говорил о том, что погружаться нужно постепенно в холодную воду. Это контрастный душ, да, я так понимаю, для начала. Зимой можно начинать? Можно начинать, мне кажется, в любое время года, если у вас душ не на улице находится, если он дома. Но, безусловно, да, именно так готовится к таким перепадам температур. И контрастный душ дома – это хорошая подготовка, хорошая тренировка. И когда вы уже сможете полноценно стоять под холодным душем, дальше можно пробовать обливаться холодной водой. Температура воды, безусловно, всегда понижается для того, чтобы организм мог привыкать к этим температурам. Ну и когда вы сможете без опасений, без вреда для здоровья, холодной водой обливаться. Акатить себя, да? Да, да, то тогда можно смело пробовать затонуться и в холодную реку зимой на крещение. Ну, а готовы ли приднестровцы к крещенским купаниям? Есть ли у них такая семейная традиция, и будут ли они окунаться в этом году? Мы вышли узнать у Тераспальчан. Давайте послушаем. Какие традиции у вас есть? Традиции? Ну, встретиться со всей семьей, кто откуда посидеть вместе. Тоже калачи, тоже вареники, куча. Тоже это мы соблюдаем. В церковь пойду обязательно. Завтра самая сильнодействующая вода. А на другой день, это уже на само крещение, ту воду можно брать и хранить. Не есть ничего, попить натощак ее. Ну, попрыскивать все в доме, если ты живешь в селе, и там, где животные стоят, везде, 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 везде. Это очень хорошая вода, сильнодействующая. В этом году планируешь купаться? Да. Почему решил? Закаляться. А ты до этого подготавливался как-то? Как это вообще происходит, подготовка? Ну, летом душ холодный ходил. Купалась два раза. А как ощущение? Холодно очень. Просто родители ходят, окунаются иногда. В таком возрасте немножко опасновато, я скажу. Все-таки опасно купаться без подготовки. Очень опасновато, скажу. Если еще есть заболевания, то рискованно. Считаю, что закаливаться нужно постоянно. Не только соблюдая эту традицию. Обливаться надо ежедневно холодной водой. Не обязательно это делать только лишь на празднике, соблюдая традицию. Это просто полезно для здоровья. Это стимулирует иммунитет. Это способствует уменьшению простудных заболеваний. Пользовались ли когда-то на крещенские праздники? Нет. Нет. Здоровье не позволяет. Может случиться что угодно. Особенно и в холодной воде. В обычной, даже в теплой может судорога хопануть. А в холодной вообще. Раньше купался вообще всю зиму. Калялся все время потихоньку, потихоньку. В осенью, потом и зимой. И так и пошел. А без подготовки можно окунаться? Нет. Нельзя. Потому что можно простудиться, застудить все, что можно. Считаю, что если правильно все делать, то оно на здоровье не влияет. Вот. Ну, не обязательно окунаться туда. Надо просто молиться, надо верить. Итак, безусловно, люди окунаться будут. Это понятно. Особенно атмосфера царит на городском пляже. У нас все распри, потому что каждый год приезжаю. Я не окунаюсь, но мне нравится эта атмосфера. Елочки уже привезли. Привезли, да. Перевезли из центральной части. Вот этот тот самый, точнее, еловый паук, если так можно сказать. Его так уже окрестили. Он переехал, эти еловые лапы уже украсили городской пляж. Там и освещение, и палатки для обогрева. И не только в столице. Все эти работы уже провели по всей республике. Готовые места. Что хочется сказать? Что нужно? Приходить именно на оборудованные места, где есть спасатели, где есть медперсонал, где есть возможность переодеться и согреться потом после окунания. Температуру воды нам прогнозируют плюс шесть. Ну, это свежо, так скажем. Не морозно, конечно. Корки льда нет, но, безусловно, холодно. Как морж с небольшим стажем, скажу, иногда это кажется очень холодно. Но, на самом деле, действительно, это все терпимо, это может быть. И, правда, нужно соблюдать совет о том, чтобы окунаться нужно только в специально подготовленных местах. Для того, чтобы не было потом новостей с трагическими событиями, необходимо делать там, где есть спасатели, где все это организовано. Поверьте, хватит и места, и времени для всех, и для каждого. Поэтому смело отправляйтесь на подготовленные места, и вам будет интересно, и красиво, и безопасно для каждого из нас. А вот где эти места уже оборудовали по всей республике с севера до юга, сейчас расскажем. Горячий чай и выпечка – столичное меню на крещение. В Тирасполе уже установили купель на городском пляже. Как и в прошлом году, деревянную дорожку украсили хвойными ветками с центральных арок. Обычно бывает, что, так скажем так, наплывами появляются люди, для того, чтобы место в развивалке у нас тоже не безграничное. Поэтому пока люди ожидают, там кто-то окунется, выйдет, переоденется и выйдет. Для того, чтобы это время занять и не замерзнуть, поэтому организовываются данные мероприятия. Можно будет, пока ждешь, выпить горячий чай и поесть сладкой выпечки. Стоили после, да. Плюс пункт спасателей и пункт МВД, который будет контролировать и для того, чтобы не было инстанционированных купаний, и для того, чтобы все прошло хорошо. В Бендерах жители будут окунаться на фоне вида на крепость. Купель тоже на городском пляже. Вокруг постелили ковровые зеленые дорожки. Все для комфорта. Глубина купели больше полутора метров. Если Днестр поднимается, спускается, она просто по уровню Днестра ловит свой уровень. Сейчас мы ее установили, где-то, если в саму купель залазить, где-то по грудь, ну так, по мой рост метр 82, где-то там на метр 60 вода. То есть там смело уже можно купаться, то есть не надо сильно нагибаться. А если Днестр упадет, тогда уже надо будет чуть нагибаться. Мы ее постараемся толкнуть дальше. Но по прогнозам Днестр будет подниматься. Это еще на полметра, значит, уровень воды в купеле будет отличный. В Слободеи устанавливать крещенские купели будут сегодня по традиции в двух местах. На пляжах Молдавской и Русской части города. Палатки для переодевания, чай и уха тоже будут. Собираются, особенно по Молдавской части, наверное, где-то человек до 500. Но купаются, конечно, не все. Надо очень как бы осмысленно это делать, чтобы не заболеть. Потому что вы же понимаете, что сегодня не так все просто. Поэтому это должно быть не просто какая-то храбреца. Надо просто все думать. Кто-то правы, кто-то должен через закалку какую-то. В Днестровске всех ждут на территории яхт-клуба. Обещают горячую заму и пунш. В Григориополе окунаться будут на городском пляже. А это Дубосары, купель на пляже УГЭС. Сегодня установят перила и поставят две палатки. Палатки подведут электричество. Будет подано тепло, свет. Установлены скамейки, вешалки для удобства. Спасатели будут находиться непосредственно здесь. С 19 часов, как я уже сказал, 18 января до полуночи 19 января. Бывает, люди выходят в районе городского пляжа, на Диком пляже. В этих местах у нас предусмотрен патруль, который будет периодически подходить, патрулировать, контролировать ситуацию в неустановленных местах для купания. Но окунаться лучше в специальных местах. В Рыбнице – это набережная Повальченко. Там в этом году впервые установили купель. По кругу она обшита деревом, пол обшит также деревом. Открытого доступа в реки Днестр нету. Поэтому для безопасности граждан и удобство сделано в этом году очень приемлемо и хорошо. Также эта купель будет поверху обшита лиловыми ветками, будет поставлена лента светодиодная. В Каменском районе оборудуют сразу три места для крещенских купаний. Городской пляж и купели в селах Рашково и Хрустовая. А теперь немного поговорим о творчестве. И уже завтра в выставочном зале художественной школы имени Файницкого состоится встреча с очень интересным человеком. Художник, дизайнер, специалист самого высокого международного уровня. Этим утром дизайнер Игорь Диденко у нас тоже в гостях. Доброе утро. Мы опередили учеников художественной школы и позвали вас к себе, чтобы познакомиться с вашим творчеством. Путь действительно большой. Очень много сайтов, где такая сухая, скупая информация о том, что в 2010-м, если я не ошибаюсь, было окончание нашей художественной школы. И начался вот этот вот уже вольный свой путь. С чего он начинался и почему он так продолжился, так вовлек и продолжается до сих пор? Ну, вы знаете, после окончания университета я непосредственно работал дизайнером на виноконечном заводе «Квинт». Пять лет в моей практике, соответственно, когда завершил, дальше я отправился в Москву. И там некоторое время работал в 3D-моделировании. Так почему-то получается, что каждый раз у меня пять лет. Я не знаю, с чем это связано. И, соответственно, после того, как я работал в 3D, я попробовал себя в роли преподавателя, потому что у меня педагогическое непосредственно образование. И в роли преподавателя я был, соответственно, в Международной Академии. И сейчас, на данный момент, тоже я там преподаю, но уже дистанционно. И мне очень нравится давать детям как раз-таки мотивацию, показывать, что мы не останавливаемся на достигнутом, что мы продолжаем что-то создавать и делать. И это их вдохновляет. Ну, то есть монументальная эта школа, это база. И многие педагоги и нашего высшего художественного училища тоже говорят, что это фундамент, на котором все строится. Уже дальше ты можешь вносить свое видение, свое творчество и проявляться самостоятельно. Но вот эта вот база должна быть. Вы как считаете? Да, это, можно сказать, как гравитация. То есть без нее мы можем в вакууме долго вращаться и пытаться как-то найти... Ну, кто-то идет в абстракцию, кто-то рисует, например, какое-то пятно или черное пятно, да, скажем. И получается что-то такое необычное. И все его спрашивают, а что ты задумывал? Он говорит, ну, вот одно, второе, третье. Но в любом случае это абстракция. Я к этому, к сожалению, далек. Игорь, смотрите, мы вот перед эфиром посмотрели ваши работы. Даже для меня, для человека отдаленного творчества, это очень интересно. Красиво, безусловно, но и очень интересно. Сюжетно и интересно, да? Да, прямо огромные там истории, которые можно долго рассматривать, понимать по-своему. Вы прекрасно рисуете на бумаге, карандашом, возможно, и не только. Почему компьютерная графика? Почему 3D? И что там может быть лучше, интереснее? Вы знаете, я не сразу пришел к бумаге, хотя многие с этого начинают. Изначально я рисовал на iPad Pro, и зачастую как бы для меня был важен опыт именно работы в сфере цифрового искусства. Также пробовал и себя, и в 3D направлении, но в результате я понял, что зритель, то есть человек, который вовлекается в мою идею, и он смотрит и делает какие-то выводы, смотря на работу, он как раз-таки должен видеть что-то большое, красивое. То, что как бы, возможно, солнце будет не давать блик, например. То есть я, если на iPad рисую, то как бы кто-то подумает, ну, наверное, сидит там что-то, делает для себя. То есть никто не подойдет. А если я рисую на большом листе, например, или это даже двойной какой-нибудь альбом я развернул, люди подходят и со мной общаются, и таким образом иногда я прокачиваю даже какой-то язык, например, если, допустим, я в Англии, да, то это тоже опыт. То есть можно выйти со своим скетчбуком, большим альбомом или маленьким в любом формате, и просто начинается творить. Правильно? Точно так. И зритель как раз-таки вовлекается. Он уже как бы может мотивировать, он может дать какую-то думательную идею. И это какое-то взаимодействие интересное. Ну вот давай, наверное, Саша, с тобой сюжетную линию эту проследим. Здесь у нас охота. Но охота козочек или антилоп на хищника. Все наоборот, все поменялось. Интересно потом рассматривать и все детали, и потом ты уже вдумываешься, а чьи вот это вот хвосты, это львиные или нет? А может быть, они гонятся еще за кем-то? В общем, воображение пробуждается у самого зрителя. Здесь у нас акулы вроде бы творят доброе дело, нет? Именно так, да. Дело в том, что есть инктоубер. Если знаете, то есть каждый год как раз-таки художники переходят на изобретение искусства, которое основано только на чернилах, например, или на карандаше. То есть они от цифрового отказываются на один месяц. И каждый день дается новое слово. И художники со всего мира как раз-таки мотивируются, и каждый представляет по-своему. Слово здесь было «добро». И для меня как раз-таки я пытался понять, а что может быть злое, что будет наоборот творить добро. Хотя бы вот в идее. И решил придумать, что акулы могут действительно зашивать человека обратно. Правильно, Настя сказала. Ты смотришь, начинаешь присматриваться к деталям, и они тебя удивляют. То, что всегда от руки... Вот мы говорили о том, что это, допустим, электронное издание книга, впечатление от бумажной, вот этой привычной всем совершенно другое. Тоже, наверное, и с иллюстрацией. Потому что, когда ввели свою страничку, был блог на Ютубе, и еще один параллельно, там тоже вроде бы самое... Ну, как вы ее представляли, для наших телезрителей, это самое ужасное, что вы могли бы увидеть. Я так понимаю, что это уже пройденный этап. Осталось в прошлом. Давно не пополнялись эти видео и истории. Почему такие сюжеты? Почему такие персонажи? Акулы, львы, драконы и так далее? Дело в том, что цифровое искусство или искусство в целом, оно подразумевает, что образы должны быть максимально яркие. То есть, если мы рисуем что-то спокойное, и вот оно не мотивирует человека, оно не завлечет, так сказать, зрителя, чтобы он сделал соответствующие выводы, которые, возможно, художник и преследовал. То есть, чтобы это было, во-первых, узнаваемо, запоминающийся сюжет какой-то, и тогда сам автор становится тоже узнаваемым. А вот многие юные художники, с которыми у вас запланирована встреча, я знаю, что это уже не первое подобное мероприятие, вот какие вопросы они чаще всего задают? Как проявиться или как научиться вот этим каким-то базовым навыкам и достичь нового своего уровня творческого? Зачастую они задают вопрос, почему все, например, черно-белое. И я тоже задался этим вопросом в прошлом году и решил для себя и пообещал как раз-таки студентам, что я попробую весь год делать цветные работы. У меня это почти получилось. Несколько нецветных все-таки работ вышло, потому что, допустим, у меня есть работа, где в реанимации, мы можем тоже, я продемонстрирую ее, где в реанимации сложная абсолютно ситуация, и человек практически погибает. Врачи борются за его жизнь. Я ее помню. Мы ее можем найти и показать. Нет, нет, она в альбоме, я ее еще не демонстрировал. Это другая. Ага, это усложнение, да? Тут был первый вот такой вот сюжет о том, что все безысходно. Тут у нас появился ангел, а здесь... А здесь у нас вы видите, что реаниматологи в недоумении, потому что пациент почему-то улыбается, хотя вы видите, что монитор показывает сплошную линию, к сожалению. А здесь мы видим, что душа пациента, вот он обнимает ангела, он с ним взаимодействует. Ну, понятно, что есть и злые силы, которым он показывает знак, что дружба сейчас не получится. Ну, наверное, впечатление все-таки больше есть то, что хочет цвета, да, и требует цвета. А вот такой сюжет, мне кажется, вот именно в таком черно-белом воплощении Саша в шоке. У меня, да, я просто объясню свое ощущение. Для меня вот, что сюжеты этих картин, что их изображение в черно-белом, мне кажется, как ничто другое, это оставляет право тому, кто смотрит, дорисовать свою картину. Причем во всем, еще раз говорю, и в сюжете, и в самом цвете. И вот даже картина с львами и козами, вроде бы ты смотришь, кто-то может сказать, что это просто каламбур, а кто-то окунется чуть-чуть глубже и подумает, что в жизни всегда так может случиться. Проявив свою я, действует, да? Абсолютно верно. Как бы ты там себя не воспринимал, для тебя бы не видела общество, ты можешь всегда все перевернуть. И точно так же и в цвете. То есть можно по-своему разукрасить, по-своему увидеть, и для меня это действительно вау. Это здорово. Цифруются эти изображения или в таком виде остаются в альбоме? Да, они цифруются, в том числе как предмет портфолио у художника. Важно его пополнять. Я думаю, это тоже как бы студентам важно донести. Ну, а здесь я могу сказать, что вы понимаете, что это интернациональный язык. И даже если я не могу общаться с человеком, допустим, на каком-нибудь уникальном, там, индийском или каком-то еще языке, и он все равно посмотрит на картинку, он все равно поймет примерно, что происходит, и сделает тоже выводы. Ну, действительно, искусство, оно не знает границ, и стирает все вот эти вот границы между нами. Что касается цветных иллюстраций, я так понимаю, год прошел, вы вернулись и вернулись с большим альбомом цветных работ, и их будете демонстрировать, да, юным начинающим художникам. Мы можем тоже полистать, да, и ознакомиться. В чем сложность работы в цвете? Он вносится базово, допустим, на лист, а потом оформляется графически, или наоборот, в обратном порядке, или каждый раз по-разному? Изначально всегда художник делает эскиз. И зачастую зрители, например, когда проходят и интересуются, они могут посмотреть тоже альбом, и они смотрят, например, на эскиз, и ничего там не понятно. То есть, потому что много линий, и они не улавливают идею. Но когда художник начинает прорабатывать детали, и вникать в суть, то, соответственно, зритель уже начинает более точно интерпретировать то, что там происходит. Ну, а в завершении, конечно же, не скажу, что это добавляет какого-то фотореализма. Скорее, может быть, это какой-то индивидуальный стиль у каждого художника есть. И у меня тоже он прослеживается. Я, как хоть и субъективно смотрю, естественно, на свои работы, но я тоже вижу, я могу сравнивать, например, с художниками себя, с другими, да, и вижу, что у меня очень много цветов. Я почему так воспринимаю? Мне так интересно, когда цветов максимально много. И я вам сейчас продемонстрирую. Внизу цвета. Или черно-белая, или очень много цветов. Но это здорово. Это прямо интересно. Показывайте. Все яркое и цветное. Первая работа здесь получается воин, которого... У него так много заданий, у него так много рук, что он просто мечом практически вот себя располовинил. То есть настолько вот... Первая работа у меня получилась немножечко агрессивная. Может быть, про нее не будем. Но здесь, например, девушка показывает яйцо, а драконы думают, а чьё это яйцо? Потому что драконов много, а яйцо одно. Да, загадка. Здорово. Мне сейчас тяжело на нее. Иногда я рисую что-то максимально доброе и теплое. И здесь парень с девушкой отдыхают возле озера, смотрят на облака. И каждый воспринимает что-то свое в облаках. Часто каждый из нас, мне кажется, в детстве вот так вот лежал где-нибудь и смотрел на облака, и они формировали удивительные образы. У меня в голове заиграла песенка сейчас. Облака? Да. Белогребные лошадки. Я читаю твои мысли. Ну вот смотрите, как наглядно развиваются творческие способности. Я думаю, Саша, ты придешь сегодня и будешь рисовать с дочкой. Однозначно. Какой урок студенты и ученики художественной школы должны для себя получить в результате этой встречи? Для чего такие мероприятия проводят? Самое главное, что я хочу быть иллюстрацией для них, что после завершения обучения не стоит завершать обучение. Важно продолжать и формировать более сложные образы, работать над собой и демонстрировать этому миру что-то уникальное в плане своих идей. И продолжать двигаться вперед, только тогда вот этот развитие и новый виток каждый раз будет. Да, мне кажется, этот живой пример, он то, что необходимо. Всегда, абсолютно всем. Причем людям творческих профессий мне кажется, этот пример необходим больше всего, потому что зачастую люди думают, что закончив художественную школу это останется моим хобби, я буду рисовать для себя дома. А это может превратиться в дело всей своей жизни. Мне кажется, Игорь, это прямой пример того, как это может быть. Даже меня, такого человека далекого от творчества настолько заинтересовать. Графические дизайны, цифровая иллюстрация стали доступны и нескольким группам, в том числе в художественной школе имени Файницкого, это и для детей, и взрослая группа. Слушайте, я позвонила в прошлом году и это был август месяц. Мне сказали, что-то вы поздно позвонили. Куда вы хотите присоединиться, когда у нас еще с мая очередь на вот эту вот группу, потому что сейчас это максимально популярно, максимально востребовано. И действительно ли это так? Как себе можно найти применение, будучи даже студентом или школьником? Потом, если у тебя есть этот навык, ты умеешь что-то делать и делаешь это классно, твое творчество, во что может воплотиться, где реализовать его? Благодаря интернету, я думаю, что очень много есть специфик в плане дизайна, где можно работать удаленно. Сейчас это яркий пример, можно, например, не обязательно устраиваться, скажем, ну, тут сложный момент, как бы, что... В зависимости от того, что интересует, да, этого человека, да, он уже будет продвигаться в том или ином направлении, если хочешь. специфика дизайна, она крайне многогранна, поэтому здесь важно выбрать свою специализацию и в этом направлении работать. Кто-то работает фрилансером, например, кто-то... Ну, тут как бы очень много специализации. Вообще, мы недавно окунулись с товарищем во всю эту историю касаемого дизайна, нам нужно было это сделать для сайта. И спрос на хороших веб-дизайнеров, он сумасшедший. То есть, эти люди всегда нужны, и мне кажется, вот как раз-таки это то соединение творчества, рисунка, нового чего-то, компьютерной графики и всего остального, то, где эти люди будут нужны, и, мне кажется, и зарабатывать можно при этом очень хорошо, и быть свободными, потому что фрилансер, удаленщик — это прям максимально свободный человек. Международная академия Шака, о которой говорили, дистанционно сейчас преподаете. Можно ли приднестровцам подключиться к той или иной программе, и какие навыки получить, какую профессию, какую специальность, чему обучиться? — Да, в том числе я преподаю несколько направлений. Это 2D рисунок, непосредственно компьютерная графика, это 3D моделирование, и также это YouTube, блогинг и умение как раз-таки раскрепощаться, общаться на камеру, проявлять себя, проявлять свои эмоции и быть ярким и запоминающим человеком. В том числе, конечно. Тут идея в том, что каждый старается дать те знания, которые у него непосредственно есть, тот опыт, который он пережил, и если, например, человек работал долгое время в специфике дизайна или программирования, то он как раз-таки и передает свой опыт. Вот это важно, мне кажется, на сегодняшний день, потому что зачастую учителя, например, они, можно сказать, что выучились, скажем, на учителя, а далее он старается как бы где-то, возможно, даже агрессивно, но донести знания. А я стараюсь донести знания, которые у меня есть непосредственно, которые я проявляю в том числе и демонстрирую, и это мотивирует студентов на какие-то свершения. Мы уже говорили о том, что за границей вас можно увидеть где-то с альбомом, знаете, это Игорь. Теперь будете у нас недолго, но тем не менее продолжать творчество, продолжать преподавание. Чем займете здесь у нас? А здесь я планирую сдать наконец-то на водительские права, вы знаете, потому что я долгое время все-таки в Москве с транспортом немножко по-другому, а здесь приходится зачастую как бы добираться либо пешком, либо просить сестру, но это как бы уже... Неудобно. Не очень, не всегда удобно, действительно, да, поэтому планирую вот пока что заняться этим, учиться на того, чтобы как бы комфортно чувствовать себя на дороге. Ну, мы предполагаем, что это первый мастер-класс, такая творческая беседа и творческая встреча, еще можно будет увидеть наверняка и в картинной галерее, потому что организуют подобные мероприятия с практикующими художниками, которые действительно на международном уровне своего творчества показывают, где можно увидеть еще больше ваших работ. Вы знаете, я тоже, опять же, общался с директором художественной школы Марья Ивановна, и, соответственно, она сказала, что можно разместить несколько более спокойных, может быть, не так агрессивных работы, в том числе и в художественной школе Файницкого. Также я подходил в музей и тоже в картинную галерею общался там. Там, конечно, есть довольно-таки существенная очередь, которую необходимо выждать, возможно, я успею и получится несколько работ продемонстрировать там. Было бы очень здорово, конечно. А соцсети, может быть, где-то можно посмотреть, чтобы дети зашли, посмотрели, увидели вас, ваш инстаграм, что-нибудь еще? Да, конечно, инстаграм у меня есть, естественно, поэтому, может быть, мы как-то прикрепим, Вот она, ссылочка уже появилась, можете вводить и заходить в инстаграм, там много ссылок и на проекты, и в том числе на Международную Академию ШАК. Может быть, какой-то курс будет интересен и для вас, может быть, у кого-то за спиной тоже осталась художественная школа вы хотите продолжить? Обязательно вдохновляйтесь примером. Есть на кого равняться, скажу я вам. Игорь, спасибо за то, что этим утром были с нами. Обязательно посетим и художественную школу, расскажем чуть больше для наших телезрителей об этой встрече. Ну и, конечно, продолжаем следить успехов вам и вдохновение, наверное, неисчерпаемо, пускай вот таких вот идей, которые сейчас Сашу в шок подвергли, будет как можно больше. Спасибо. Спасибо и вам огромное. Приходит время нашей постоянной рубрики «Гороскоп». Узнаем, что сегодня звезды нам обещают. Те, кто занимается банджи-фитнесом и периодически залезают в порядок. Все ближе к звездам. у них все замечательно. Давайте узнаем, что ждет каждый знак в зодиаках сегодня, в четверг. Овин, итак, чтобы быть сегодня успешным, вам необходимо сохранить позитивный настрой на протяжении всего дня и лучше всего для достижения такого гармоничного состояния. вам поможет общение с приятными людьми. Отгородите себя от негативных эмоций и не позволяйте кому-то отравлять вам жизнь. С позитивом и вперед. Телец, сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно смириться с тем, что закончится какой-то очередной этап ваших с ним отношений. Постарайтесь его убедить в том, что скоро начнется следующий, и он будет куда лучше, ярче, теплее и интереснее предыдущего. Уделите внимание своему здоровью, в большей степени вам сегодня будут необходимы покой и тишину. Иногда это тоже бывает очень полезно. Близнецы, расслабьтесь, сегодня каждый будет вам другом вне зависимости от того, видели ли вы этого человека раньше. Только не оставайтесь в таком благодушном и доверчивом состоянии надолго. Завтра все может измениться, но сейчас вам стоит как можно больше времени провести с семьей, даже если на горизонте замаячит вдруг перспектива официальной или неофициальной корпоративной вечеринки. Звезды вам рекомендуют от нее отказаться, от коллег и партнеров. Вы еще заряд позитивной энергии получите. Оставайтесь дома. Да, не знаю, как звезды, Настя очень настоятельно рекомендовала остаться дома. Раки, вашему любимому человеку сегодня очень захочется романтики, поэтому звезды рекомендуют вам вспомнить адрес магазина, где можно срочно заказать миллион алых роз или хотя бы огромную плюшевую игрушку. Экономным предлагается написать с добрым утром любимый или любимая под окном объекта своей радости. Не я писала гороскопы. Вот такие романтические гороскопы сегодня. Львы, сегодня вам не стоит особенно прислушиваться к тому, что будут говорить за вашей спиной. Бог с ними, с завистниками. Нынче вам вообще никто не указ, делайте, что хотите. Вам ничего катастрофического натворить не удастся. Хочу творю, хочу вытворяю. Это, наверное, сегодня о львах. Вам будет очень важно мнение любимого человека касательно того, что и как вы делаете. Даже если это мнение окажется ошибочным, звезды все равно советуют к нему прислушаться или сделать век. Да, девы, на очереди девы. Сегодня вам предстоит сделать значительный вклад в историю вашей фирмы. Возможно, то или иное ваше слово или дело окажутся настолько значительными, что перевернул с ног на голову весь бизнес-план и заставит ваше руководство шагать в другом направлении. К вечеру вы поймете, что с вашим любимым человеком вы единое целое, которое нельзя разделить, даже если он очень постарается. Хороший сегодня день. Весы, дальше, с чем вам надо сегодня бороться, так это с беспорядком в своих мыслях. Если вы будете более практичными, то каждый ваш шаг сможет без лишних усилий привести вас к тому, к чему вы стремились. И не жалеете себя, работайте так, как будто за это вы получите премию. И кто знает, возможно, вам ее все-таки назначат. Самое благоприятное время для налаживания личной жизни – начало дня. Постарайтесь его не проспать. Благодосадно упускать такую возможность. Ждем премию вместе с лесами. Продолжаем. Скорпионы. Сегодняшний день необходимо провести так, чтобы не было мучительно, больно за бесценно потраченные часы. Оттянитесь как следует. Тяжких последствий быть не должно. Сегодня вам захочется проследить за трудовой дисциплиной в рядах ваших коллег. Постарайтесь сделать это тонко, мягко, ненавязчиво, чтобы они ничего не заподозрили и не очень сильно рассердились на вас за проявленный вами неуемный энтузиазм. Он точно к добру не приведет. Думайте только о себе и следите за собой. Да, сегодня стрельцы. Сегодняшний день будет полон неожиданностей как приятных, так и не слишком. В любом случае, дела, запланированные заранее, лучше отложить, ибо переделать их не удастся. Сегодня ваш любимый человек будет изучать повышенное количество положительных эмоций, тепла, света и радости, так что вам не понадобится ни солнце, ни лампочки, ни обогревателя. Все это будет в живом виде. Ходить рядом с вами, смеяться и улыбаться. И там многоточие. Позитивно ли закончится или нет, как это зависит от вас. Сегодня будет очень такой романтический гороскоп у всех знаков зодиака. Продолжаем. Козероги, постоянное напряжение, в котором вы пребываете, грозит вылиться настоящий эмоциональный взрыв. Позвольте себе немножечко полениться. Весь день чудесная защита от переутомления. Сегодня ваше хобби может послужить вам хорошую службу в области организации вашей личной жизни. Возможно, вам встретится единомышленник, который, как и вы, коллекционирует розовых слоников. А возможно, вы узнаете, что ваш любимый человек терпеть этих животных не может. И в том, и в другом случае решение очевидно. Веселый такой на сегодня гороскоп. Безусловно. Что у водолеев? Сегодня вы будете чрезвычайно активны как в решении проблем, так и в создании конфликтов. Если не можете сконцентрироваться целиком на проблемах, постарайтесь хотя бы сохранить разумный баланс между ними и конфликтами. Сегодня вам было бы не лишне доказать свою любовь делами. Красивые слова толку не принесут, собственно, но это у всех так работает. Если идете в гости с романтическим визитом, прихватите с собой не цветы и конфеты, а что-нибудь существенное и полезное. Кусок мяса и сковородку, например. Хороший совет. Я после 30, мне кажется, таким подарком больше радуюсь, чем цветам. Тебе что, уже есть 30, Настя? Да. И сковородку с куском мяса это самое то. Согласен. Это гораздо весомее цветов. Ну что, мы продолжим. Вишенка на торте. Рыбы сегодня с вами могут достаточно резко обойтись. Однако, если вы решитесь дать полю чувствам юмора, то об этом моментально пожалеют. Не будете разорвать отношения с вашими партнерами по бизнесу, если вы понимаете, что они уже и жили себя. Будьте решительны и действуйте в первую очередь в интересах компании. Ну вот так вот все позитивно, максимально. Каждый день гороскоп, он отличается. Но вот когда есть какие-то вот такие вот нотки юмора, это всегда доставляет максимальную радость. С нашим гостем смотрели его работы и облака белогривые лошадки. Вот наслаждайтесь моментом, ищите приятное в таких вот мелочах и вспомните самые радостные мгновения, которые были. Ну, наверное, это связано и с семьей, и с какими-то выходами, с каким-то делом. Зимние занятия, зимние увлечения, развлечения. Сейчас посмотрим небольшой ролик. И снег хоть сошел, крещенских морозов у нас не обещают, но вот это вот настроение пускай даст вам ту нотку радости на весь четверг. Ну, а мы возвращаемся к спорту. 10 января исполнилось 5 лет училищу Олимпийского резерва. При создании было всего лишь 80 учеников. На сегодняшний день школа насчитывает более 220 учеников, которые успешно совмещают тренировки со своей учебой. А вот насколько сложно вырастить спортсменов и почему настолько вырос престиж учебного заведения за это время, узнаем у наших гостей. Этим утром у нас в студии руководитель училища Геннадий Наревончик и спортсмен, боксер и еще очень-очень много достижений. И вот все новостные ленты в плане достижений об этом человеке. Николай, будьте уже доброе утро. Как настроение? Бодрое. Спортивное. Я думаю, точно началось бодрее, чем у нас. Да, как каждый раз. Наверняка с тренировки. Да, да. Мы говорим о том, что специализированное учебное заведение и учебный процесс отличаются, безусловно, от всех общепринятых и привычных для всех. Насколько строгий распорядок дня? Вы немножко не правы насчет учебного процесса. Учебный процесс соответствует стандартам, государственным стандартам в области образования. То есть учреждения предоставляют образовательные программы один в один, как в образовательном, в любом другом образовательном учреждении Приднестровской Молдавской Республики. Единственная образовательная программа уже уровня среднего профессионального образования. Она, конечно, отличается, и мы пользуемся российскими программами, которые успешно предоставляет Российская Федерация нам, учитывая, что подобные учреждения существуют в Российской Федерации, в Беларуси, на Украине. То есть такие учреждения есть. Пять лет учебному заведению. Изначально Вадим Красносельский по его инициативе говорил даже на открытии о том, что это новая ступень для развития Приднестровского спорта, и мы возлагаем действительно большие надежды на ваше был прав, что в первую очередь еще не насчет ожидания, а насчет того, что эта ступень была нужна, потому что были спортивные школы, был центр олимпийской подготовки, но не было того связующего звена, который мог бы определить возможность для детей обеспечить их тренировочным процессом, питанием, условиями тренировочными, проживанием, где все это было бы учтено вместе и уже в этом плане можно было показывать результат. Да, ожидания оправдались, конечно, учитывая вот такой достаточно ежедневный плотный график, двухразовые тренировки в день, иногда и трехразовые тренировки в день, пятиразовое питание, вопросы связанные с материальным обеспечением, которые сегодня на самом высоком уровне и я хочу сказать, что совершенно не отличаются, например, в Российской Федерации или в Белоруссии. И сегодня уже большое количество призовых мест на чемпионатах Европы, мира, международных соревнованиях, международных местом быть, и, наверное, в новостных лентах все это уже сказано неоднократно. Здорово, такое хорошее место. У меня вот вопрос больше, наверное, к Николаю. Николай, вы как непосредственно ученик этого прекрасного места, такого достойного места. Насколько сложнее или, может быть, наоборот, легче учиться именно в школе Олимпийского резерва, чем, скажем, в обычном образовании? Я вам так скажу, я нахожусь в этом училище с самого открытия, то есть все эти пять лет я учусь в этом училище. Я вам так скажу, что в училище, то есть как в школе, то есть то же самое, те же самые предметы, все проходило, то есть уже когда студент уже идет по профильному занятию, то есть это как спортсмен, у нас идут, то есть все отлично, преподаватели у нас добрые, у нас есть понимание с преподавателями, что мы спортсмены, но нам не дают прям такого поблажки, то есть мы приезжаем в соревнования, мы обязательно все сдаем, то есть в таком распорядке. Но это стереотипное мнение о том, что если спортсмен, это значит успеваемость, у него хромает и страдает по многим предметам, так ли это? Или развеяли все стереотипы, у вас все по-другому? Да, такая ситуация в любой из образовательных школ, образовательных учреждений, дети есть разные, одни успевают, другие не успевают, в нашем учреждении есть отличники, и заканчивали вот в прошлом году с двумя красными дипломами, это среднее профессиональное образование, четыре человека с аттестатами, с красными, то есть все как бы нормально, как в любом другом учреждении. Вот, в то же самое время, конечно, не без трудностей, и Николай уже обозначил этот вопрос, что дети уезжают на соревнования как спортсмены, и пропуски бывают достаточно большие, то есть это и по месяцу даже бывают пропуски, а те, кто готовится на еще более серьезные соревнования, там, олимпийские игры или детские олимпийские игры, у нас в основном готовятся ребята, то бывает и по два месяца, и поэтому сам процесс образовательный выстроен таким образом, чтобы работать в рамках индивидуальных программ, это и онлайн различные программы, это и предоставление заданий, когда человек уезжает, и он присылает нам в рамках электронного журнала, выходит постоянно в интернет, смотрит задания, то есть вот такая вот работа ведется. Училища Олимпийского резерва особенная история с дисциплиной, и мне кажется, в этом плане, когда тренер максимально контактирует с преподавателем, гораздо сложнее, скажем, филонить и не учиться, потому что тренер все равно узнает о твоей успеваемости, и там будь добр, пожалуйста, учиться. И ты находишься на виду, в любом случае. Это так, вот Николай подтверждает. Две ступени, первая начинается с пятого класса. Почему так много желающих? Как вы их находите? Со всей республики дети, это не только Террасполь, не только столица, приезжает, есть возможность проживания, размещения, и я так понимаю, что необходимость увеличения числа мест для размещения тоже выросла за это время. Да, в действительности сегодня охват детей, которые занимаются спортом, а у нас дети попадают в наше учреждение исключительно в рамках выполнения наших требований и норм, наших программ, наших тестов, которые мы должны, не сдать, чтобы попасть в учреждение. И география детей достаточно большая, то есть охватывает в буквальном смысле все Приднестровье, начиная с Хрустовой, заканчивая Незавертайловкой. То есть все города, районы Приднестровской Молдавской Республики, именно дети из этих районов и городов у нас представлены. И по видам спорта, и мальчики, и девочки. И правильно вы обозначили, что, конечно, общежитие вмещает 80 человек всего лишь, и уже сегодня 76 человек в общежитии у нас сегодня живет. Учитывая большую географию, конечно, хотелось бы очень расширение и площадей для размещения детей именно в рамках проживания и самой подготовки, потому что интересных и перспективных деток очень много. А училище это одно из учреждений, которое может предоставить эти условия. А конкурс действительно уже большой становится? Вы понимаете, конкурс он есть. Например, вот в этом году поступало 30 человек, нам надо было взять всего лишь 25 на уровень среднего профессионального образования. Но так получается, что мы заранее, наши специалисты отслеживают заранее детей, высматривают их в рамках и тренировочного процесса, в рамках результатов, которые они показывают на протяжении либо учебы у нас, либо учебы в спортивных учреждениях, городов, районов. И вот тогда уже мы делаем заранее, будем говорить такой вывод или привлекаем этих детей, чтобы они уже как бы поступали в нашу... Хотя доступ в учреждения свободен. Если ребенок приезжает к нам из городов, районов и сдает тот объем и материала учебной программы, и тот объем спортивных результатов, которые он в рамках по физической подготовке показывает, мы можем и такого ребенка взять. Это на любом уровне. И уровне основного общего образования, среднего профессионального образования, имеется в виду первый курс. И в данном случае ребенок может поступить. Но опять же ребенок должен учитывать, что режим и график учебного и тренировочного процесса у нас достаточно жесток. Жесток в рамках и подъема, и питания, и особенно тренировочного и учебного процесса. То есть это две тренировки в день. Не будешь учиться тренироваться, заниматься, до свидания это место освободишь. Да, это везде надо успевать. Это и на тренировке, и в учебе надо успевать. Потому что по-любому из направлений мы можем ребенка, к сожалению, отчислить. Если он не успевает и нет у него роста спортивных результатов, к сожалению, мы с ребенком прощаемся. Есть такие случаи. На то и училище Олимпийского резерва, потому что Олимпиада это место для сильнейших, для лучших и таких ребят и собственно растит само училище. Много говорим об училище. Давайте посмотрим на жизнь изнутри. Наша съемочная группа побывала, все разузнала наших коллег и готова сейчас рассказать нашим телезрителям. Сейчас 7 утра и для кого-то это время, когда день только начинается. Но вот в училище Олимпийского резерва дети уже успели привести себя в порядок, позавтракать и отправиться на тренировку. Стою здесь в 6 утра. Банк, опираясь! 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 В зале грибцы тренируются на специальном тренажере. Он имитирует заплыв на байдарке и движение веслами. Скажи, пожалуйста, сколько каждое утро у вас занимает времени именно тренировка? Это зависит по большей степени от работы. Например, сегодня мы едим 20 километров, и это около полутора часа. Ничего себе! Без перерыва! Ну, стараемся, да. Каждое утро у вас начинается именно с тренировки? Да, обязательно. Сколько лет ты уже здесь учишься и долго ли привыкала к такому режиму? Потому что в обычную школу встают, ну, чуть-чуть попозже. Я здесь учусь два года. Но на самом деле, да, первое время было непривычно, наверное, месяца два привыкать к такому режиму. Тренировка, школа, тренировка, опять учеба. Но потом со временем ты привыкаешь, и в какой-то момент это тебе доставляет удовольствие. Ученики и действующие чемпионы. Александр в прошлом году стал лучшим на международной регате в австрийской Вене. 2000 километров прошел за 8 минут. Сегодня по расписанию кардио бежит уже 40 минут. Мы в 9 вечера и попали. Девочки, расскажите, сколько времени у вас каждое утро занимает тренировка? Ну, она может занимать 2 часа, полтора, где-то так. Вы сначала тренируетесь, а потом завтракаете? Нет, мы сначала завтракаем, потом идем на тренировку, потом идем наверх в общежитие, там мы собираемся на уроки, идем снова завтракаем, а потом уже на уроки. Училищу 5 лет. Вот таким оно было. Пустые комнаты с мебелью и громким эхо. Сейчас все намного уютнее. Гри Поттер, Кинг, словарь русско-английский, и Стокер. Можно сразу заметить, что девочки любят читать. Мы сейчас находимся в женском общежитии, и за 5 лет здесь многое изменилось. Хотя комнаты у всех одинаковые, наполненные совершенно по-разному. Пледы, книги, фотографии и мягкие игрушки. Каждый уголок особенный. В общежитии дети из разных уголков республики. Рашково, Каменки, Рыбнице, Катериновке, Тане из села Фрунзе. Это Слободейский район. Занимается греблей. Ты сказала, что ты самая младшая в этой комнате или в принципе в общежитии? Ну, одна из самых младших в общежитии и самая младшая у девочек в общежитии. Сколько тебе лет? 12. Сколько ты уже здесь, в училище, и почему приняла решение стать прям профессиональной спортсменкой? Ну, я тут три месяца нахожусь уже. К нам пришел Геннадий Павлович и сказал, что я ему подхожу. И мне очень сильно понравилась гребля, и я решила попробовать. Адаптация уже прошла? Тяжело было привыкнуть к такому режиму? Да, очень тяжело, но я уже привыкла. Что было самое тяжелое? Вставать очень рано. В общежитии два крыла для мальчиков и девочек. Сейчас у ребят свободное время. Душ, второй завтрак, только после запарты. Скоро первый звонок. После завтрака в училище наступает тишина. Начинаются занятия. Всего их 6 по 40 минут. После занятия будет небольшой отдых и снова тренировка. Такое распространение у будущих чемпионов. А пока предлагаю заглянуть в урок. Как найти неизвестное слагаемое? Пишем синус квадрата. Синус квадрата. Отбой у спортсменов в 21.40. Телефон издают, домашние дела заканчивают. Все строго по расписанию. За этим следит тренерский состав. Ведь завтра ровно в 6 утра начнется новый день и будут новые задачи. Только так куются победы. Насколько сложно это стремление рассмотреться в юных приднестровцах. Это спортивное движение, этот спортивный стержень, что да, я готов, я хочу, и я знаю, что я смогу. Как бы мне ни было тяжело, я хочу продолжить. Николай, самому были? Я уверена, что были такие моменты, которые всегда остаются за кадром, и никто не видит, насколько тяжело. Или проснуться, еще одна дополнительная тренировка, или какая-то травма. После травмы это не должны знать, потому что мне нужно выступить, и я должен достичь и добиться чего-то. Очень достаточно раз я выступал с травмами на высокой арене. То есть это чемпионат Европы, я боксировал с поломанной рукой и занял третье место. Это внутри что-то должно быть? Это не только внутри. Внутри все равно бывает такое перегорание спортивное, это нормально, у всех людей есть перегорание. Самое главное иметь такого человека, который всегда подстегивает, помогает. Это тренер, это отец, это директор нашего ученика. Да, да, конечно, директор. Коллектив команды, можно сказать. Когда хорошая команда, ты же не один едешь, наверное, на соревнования. То есть всегда есть поддержка с разных сторон. Меня в спорт вообще привел мой отец. И на сегодняшний день это мой, наверное, спутник, который меня сопровождает в абсолютно везде. Мой отец не пропустил ни одних моих соревнований. Класс. Ну и мама, наверное, тоже. Потому что только в гримёрке обсуждали вопрос, связанный с тем, что вот Коля сейчас выиграл чемпионат республики по мужчинам. То есть это даже не его возраст, будем так говорить. И пригласил на соревнования маму. И как мама реагировала? Он слышал голос, там много зрителей было, и он слышал голос только своей мамы. Да, то есть я очень хотел увидеть свою маму. И она не приезжала, я говорю, мам, приедь, пожалуйста, хочу тебя видеть. И вот мне там весь зал встал, болел, очень ждали моего боя, потому что супертяжеловес, это как-никак серьезный вес. И я слышал, вот там кричали, вот такие отглосы я слышал, но слышал только мамин голос. Вот это вот, Калюня, давай, Калюня, давай. А это помогает или иногда мешает? Вот все-таки, когда близкие находятся с тобой или в зале, или на трибуне. Кто как правильно воспримет это? Это восприятие тоже. То есть кто-то может еще больше перегореть, когда твои приезжают родные, а кто-то, наоборот, забирает. А мама? Да, наоборот, перенимает эту энергию и, наоборот, заходит в ринг с таким прям на кураже. Ага, ну тут все индивидуально. К пиццелетию множество наград очередных, да, званий у вас было вручено. Мастер спорта международного класса тоже удостоверение получил. Какие эмоции? Это долгожданно или это очередной шаг? Это очередной шаг к большому успеху. Классно. Ну это вы так думаете. Тренироваться нужно. Обязательно, обязательно тренируемся. Вот сразу видно, какая роль наставника. Вот нужно даже подзатыльник правильно дать, чтобы в нужном направлении спортсмен продолжил двигаться дальше. Мы прошлый год завершали приятными тоже новостями о том, что международные соревнования, вот эта команда наша, которая поехала от Приднестровья в Москву на, ну, действительно, можно сказать, большие старты. Потому что команд было много, уровень действительно высокий. И общекомандное первое место. И в личных зачетах первые, вторые, первые, вторые. И в основном первые. Это вау. Ваши ребята тоже ездили, тоже принимали участие. Расскажите об этом. Как встречаете вот спортсменов после достижения какого-либо результата? Это почести или... Молодцы, ребята, продолжаем трудиться. Но надо тренироваться, да? Да, ну, прямо цветов таких вот каждое соревнование. Только у нас цветов рынка, цветочек, но не хватит. Нет, ну, это как бы, это обыденность, это наш труд. Труд спортсменов непосредственно, которые добиваются высоких результатов. Обычно, так вот, после чемпионатов мира за первое место, олимпийские игры, там, призовые места. Это уже встречают, наверное, на въезде в города и районы. Вот, таких людей. Вот, а для нас призовые места, ну, к счастью, или к сожалению, стали обыденностью достаточно, да? Поэтому от Коли ждем и от всех наших спортсменов сюда самые первые места. Это вообще будет хорошо. Вот, а в действительности, те соревнования, которые проходили в Москве, ну, это хорошие школьные соревнования, которые, в рамках которых сплотили всех лучших школьников Российской Федерации и многих стран СНГ, которые туда приехали на эти соревнования. И, конечно, очень радостно, что и Пренестровская Молдавская Республика в данном случае Вадим Николаевич Красносельский организм, как бы, будем говорить, своем направлении дал, что нужно участвовать. Собственно говоря, сформировалась серьезная команда, которая, конечно, позволила добиться такого результата. Ну, мне, знаете, что хочется сказать, что от посыла президента все-таки все началось, и спортивная вот эта культура начала развиваться. И, в принципе, приднестровцы стали более спортивными. Мы не говорим о юных гражданах нашей республики, которые постоянно, ну, на площадке, да, вот что делать. О турнике с мальчиками пошли, футбол, баскетбол, есть возможность, но и люди старшего поколения тоже стали выходить и заниматься спортом. И вот такие вот действительно высокие достижения вашего училища в том числе, потому что всегда, когда есть какая-то положительная вот такая вот приятная новость о достижении, это всегда мотивирует и мотивирует других, и даже начинается профессионально заниматься спортом. Николай, всегда общаемся с воспитанниками, со спортсменами, и мне кажется, ну, не на всех одна мечта, но у каждого она своя, и она одинаковая. Олимпийские игры, я хочу туда попасть, и я хочу получить медаль олимпийскую. Вы очень правы. Вы правы, потому что у меня чемпионат Молдовы, это был первый этап к подходу к Олимпийским играм. То есть я выиграл этот этап по мужчинам, чемпионат Молдовы. И сейчас я буду уже готовиться на отборочные на Олимпиаде. Насколько я знаю, будут проходить в Милане, и будут проходить еще в Бангкоге. То есть два отборочных, ну, на Олимпийские игры я очень хочу. Там два турнира, кажется. Два турнира, да, два турнира. Перед Олимпийских. Да, классифицированных. И это, наверное, моя детская мечта, которая вот-вот должна проявиться в реальность, чтобы поехать на Олимпийские игры. Это, наверное, детская мечта. Мечта любого спортсмена. И как же приятно, да, что преднестровские спортсмены получают такую возможность, вот эту вот путевку, или хотя бы шанс, да, прикоснуться и попасть. Да, наверное, Коля больше, наверное, о шансе говорит, потому что уровень соревнований просто высочайший. И Коля все-таки еще, Николай еще, ну, достаточно юн для подобного рода соревнований, но уже получив шанс выступать на уровне мастеров бокса, это, ну, это, скажем так, уже многое. Очень много кинофильмов снимают про какие-то невероятные успешные истории каких-то людей. Вот, Николай, пусть это будет ваша история, мы будем ждать отборов, и дай бог мы вас увидим на Олимпиаде. Смотрите, в этом году, насколько нам известно, проходит отбор на Олимпийские игры. Будет проходить? Начинается по некоторым направлениям. Нет, он уже начался в прошлом году. Основные виды спорта, то есть большая масса видов спорта завоевала право уже участвовать, и спортсмены в прошлом году. Сейчас идут классификационные различные турниры как бы до бор, до, к Олимпийским играм. Вот в боксе, насколько я знаю, там попадались чемпионаты мира, да? Уже там есть определенная квота, которая попадает в чемпионаты мира, и добирается квота уже со стороны Европы, со стороны Азии. Так правильно, да? Да, да, все верно. Поэтому Бангкок и Милан, как бы это азиатские игры, турниры, это европейские турниры, где они, собственно говоря, имеют еще право или шанс добиться попадания на Олимпиаду. Квоты со суток. У нас много заявок, и кто вообще планирует участвовать в Олимпиаде, ну или хотя бы в отборе на Олимпиаду? С училища у нас вот Николай. Да, отлично. Выпускники училища, это Козырец Александр, например, скорее всего, тоже попытается. Но, в принципе, училище-то чуть-чуть уровня-то другого. Это, скорее всего, в центре олимпийской подготовки можно говорить о легкоатлетах, о грипсах, академистах, о байдарочниках, которые сейчас тренируются и готовятся, и многие в Европе тренируются для того, чтобы завоевать эти квоты. Училище все-таки чуть-чуть уровень... Но не преуменьшайте свои заслуги тоже, поэтому... Ну, нет, ну, есть еще, да, шанс как бы есть такой, но все-таки чуть уровень другой. Какие планы на этот год? Что планируете реализовать? Что необходимо, может быть, реализовать в первую очередь? У нас каждый год идет реализация, собственно говоря, по различным направлениям. Это и создание условий непосредственно в учреждении для того, чтобы дети учились и тренировались. И вот сегодня там съемочная группа была, посмотрели общежития, залы и столовые. То есть у нас по факту уже много чего нормализовано. Но еще предстоят вопросы, связанные с ремонтами, например, второго этажа, ремонтами актового зала. Возможно, вот вы упомянули вопрос, все-таки пробить возможность расширения площадей под общежитие. То есть закупки оборудования инвестаря предстоят в этом году. Самое главное, чтобы вот был у нас мир, плановость, стабильность. Вот это вот для спорта, наверное, это самые такие вот слова, которые сейчас очень-очень важны. Ну и, конечно, исполнение самых заветных желаний. Николай, в вашем лице всем ученикам училища и мы желаем больших спортивных побед. Даже если они будут небольшие в вашем понимании, но для всего Приднестровья вы действительно являетесь гордостью. Спасибо за то, что этим утром были с нами. Ну а мы будем продолжать наш эфир, и как можно больше приднестровцев ждем на спортивных площадках. Как сейчас уже снег растаял, можно вперед заниматься спортом и не прекращается в том числе. Ну а теперь поговорим о теме, которая более близка мне. Сегодня не просто день, сегодня крещенский сочельник. И говорят, сегодня на столе должны быть особенные блюда. Сочи бы в первую очередь. Безусловно, куда без него. И все блюда должны быть постными. Это и голубц, это и картофель. В общем, все самое вкусное, но пока постное. Но все это обязательно умелые хозяйки делают и готовят таким образом, чтобы просто невозможно было оторвать. А все для чего? Для того, чтобы мужчины, которые очень любят мясо и все такое мясное, не поняли, что вместо мяса там грибы, или что-нибудь вы припрятали другое из овощей, которые мужчины не очень любят. Все вот это вот травяное, овощное и так далее. Если они, конечно, не садятся на диету. Но сейчас Крещенский сочельник и многие хозяйки, наверное, пополнили статистику. И сейчас самые популярные запросы в соцсетях – это как приготовить то-то, то-то. Что приготовить? Можно приготовить постный борщ. И, кстати, рекомендуют... Ты улыбнулся, представил, как это борщ без мяса, как это постный. Он такой же красный, он такой же ароматный и душистый. Но вместо мяса, говорят, можно добавить вяленую грушу, которая придаст некоторую пикантность. Вот я все хочу попробовать, потому что каждый год, когда мы говорим о постных горячих вот таких блюдах, многие говорят, что груша добавляет изысканный вкус и очень вкусный борщ получается. Не готовила... Попробую приготовить, сегодня самое время. Я безумно люблю есть, также люблю готовить, но пока больше с груш не представляю, как это. Я очень надеюсь, что это вкусно, если кто-то попробует. Голубцы. Голубцы должны быть сегодня тоже и с рисом, но вместо мяса добавляют хозяюшки грибы. Тоже получается очень вкусно. И если это голубчики такие маленькие, крошечные, ну, зависит уже от количества, наверное, сколько съест. Ну, а сегодня, если мы говорим о праздничном вечере, крещенском сочиннике, в первую очередь ограничение в еде для тех, кто верует, это своего рода ограничение очищения мыслей, своих помыслов и подготовка к самому крещению, потому что в святую освященную эту воду нужно пить натощак. И кутья, кстати, сегодня тоже голодная она называется, потому что многие в виде исключения добавляют сухофрукты, но на самом деле это сочево, это вода и чуть-чуть мёда. Готовят и узвары. Ну, в общем, если вы придерживаетесь всех канонов церковных, то вы знаете, что сегодня приготовить ко столу, что сегодня можно вкусить. Некоторые вообще сегодня не едят. И сочево это единственное, что есть на столе в течение крещенского сочинника. Ну, а уже завтра можно будет вкушать снова мясо, рыбу и так далее. Вот таким был наш эфир и всё, что остаётся сейчас. Узнать, в какой погода будет в этот крещенский сочинник. Традиционно начинаем с севера нашей республики. В Каменке и Рыбнице сегодня плюс 3, плюс 5. Ночью 0, плюс 2. Минус отступил. Морозов крещенских тоже не предвидится, как можем видеть. В центральной части, в Дубосарок и Григорьополе, чуть-чуть теплее даже до плюс 7 днём. И тоже до плюс 2 ночи. Да, эти плюсы, безусловно, наверняка радуют любителей весны. Мы пройдём дальше и посмотрим, что у нас происходит на юге. Бендеры, Террасполь, Слободзея, Днестровск. Погода одинаковая, плюс 6, плюс 8 днём и 0, плюс 2 ночью. Вот такая вот погода. Весна ещё не близко. Она сохранится и на пятницу, кстати, около 7 градусов тепла. Как сказал Саша, весна не близко, но снег уже растаял. Вот это вот ощущение, бегут ручьи, журчат ручьи, и хочется грейдерам каким-то почистить весь этот снег с дорог, чтобы ноги не промокали. Ну, вот имеем, что имеем, как говорится, потому что январские морозы и крещенские морозы, мы все ожидали. Снег был, морозы были. Ну, ничего, были чуть-чуть раньше, а это крещение с грейдером без морозов. В полной мере ощутили зиму в этом году даже не один, а целых два раза, поэтому, ну, грех жаловаться. Да, действительно, пускай ваше настроение никоим образом не зависит от погоды, какой бы она ни была. Ещё хочется обозначить температуру воды в Днестре, потому что сегодня ночью и завтра в течение дня будут окунаться плюс 6 градусов. Ещё раз повторяем, холодно, ну, возможно, прохладно и свежо, обжигать вода не будет, но если вы уже готовы, пускай это погружение доставит вам максимальную радость, а если у него считается, что это очищает вас от всего плохого, что накопилось за год, вот пусть будет так. Да, безусловно, могла бы быть водой холоднее, если вы были в морозы, но сейчас вот такая, и можно попробовать, те, кто готов, окунуться этой ночью. Но, и это ещё не всё, хотелось бы больше что сказать, кто не знает, Настя не знает, тоже знает или нет, я являюсь любителем турецких сериалов. Та-да-дам! Та-да-дам, да, я смотрю, стараюсь смотреть в оригинале, и вот хорошая новость для всех, кто смотрит истальные сериалы этой страны, говорят, они очень многих завлекают, и вот с понедельника в эфире первого Приднестровского начнут показывать турецкий сериал, который называется «Зиморонок». Он украл сердца очень многих зрителей. Это была первая часть, да? Да, безусловно, и вот мы будем показывать его, демонстрировать историю прекрасную в отношениях Ферита и Сейран. Я подсмотрел, чтобы правильно назвать имена, чтобы не ошибиться, их очень много, там, этих имён. Но, безусловно, это очень интересная история, и кто ещё не видел, обязательно посмотрите. Продолжение по вашим многочисленным просьбам, ну, а этим утром, если бы до кабы, говорили вместе с вами Александр Войков и Анастасия Чернятинская. Хорошего вам дня, светлого праздника, крещения. Мы прощаемся уже до следующей недели. Пускай праздничные эти дни пройдут максимально позитивно, максимально ярко и тепло для вас. Хорошего дня. Продолжение следует... Продолжение следует...